Партнер программы сеть детских клубов «Ети и дети». Партнер программы сеть детских клубов «Ети и дети» Здравствуйте! Сегодня у нас третий конкурсный день. И как сказали бы опытные путешественники, мы уже пересекли экватор. Устали? Нет. Замечательно. Ребята, вчера мы уже успели изучить правила вызова служу спасением. А сегодня мы с вами научимся тушить пожар при помощи огнетушителя. Если в доме произошел пожар, и он не больше футбольного меча, то вы можете постараться потушить его собственными силами при помощи огнетушителя. Из прошлых программ, мы уже знаем, они бывают разные. При помощи порошкового огнетушителя вы сможете потушить практически все пожары. Ребята, я думаю, вы помните, что если произошел пожар, первое, что необходимо сделать, это вызвать службу спасения. По каким номерам? 101-112. После того, как вы сообщили спасателям о пожаре, можно воспользоваться огнетушителем и приступать к тушению пожара. Для этого левой рукой вы берете за рукоятку огнетушителя. Правой рукой срываете пломбу и выдергиваете чеку. Направляем насадок на очаг возгорания. И приступаем к тушению. Отойдя при этом на безопасное расстояние в 1,5-2 метра от места пожара. Ребята, запомнили? Да. Приступаем к конкурсу? Да. Ярослав, первый. В левую руку берем огнетушитель. В левую. За рукоятку. В левую руку. За рукоятку. Правильно. Итак. Молодец, Ярослав. Ты успешно справился с заданием. Следующая очередь Полины. Итак, Полиночка, приступаем. Как правильно действовать, ты уже знаешь. В левую руку нетушитель. Сорвать пломбу. Выдернуть чеку. Выдергивай. Молодец. Держим насадку правильно. Сюда ближе возьми. Вот так. Направляем на пламя. Отходим на безопасное расстояние. Тушим. Молодец. Ребята, вы успешно справились с сегодняшним испытанием. Каждый из вас получает по 5 баллов. Давайте подведем итоги третьего дня. Ярослав, сколько у тебя было баллов? 19. Плюс сегодняшние 5 баллов. Общая сумма? 24. Правильно. А Полиночка, у тебя сколько было баллов? 13. И плюс 5? 17. Итак, по результатам трех конкурсных дней лидирует Ярослав. Полина, это не повод расстраиваться. Завтра нам предстоит четвертый финальный конкурсный день, где вам предстоят сложные конкурсные испытания. А пока отдыхайте, набирайте сил, готовьтесь к завтрашнему дню. Нам остается попрощаться с телезрителями. Пока. 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 А сейчас, друзья, мы отправляемся на прогулку. Конечно, на улице опасностей просто великое множество. Да, играм тут точно не место. Лично я такие места обхожу стороной и вам тоже советую. А еще, ребята, во время прогулки не забывайте смотреть под ноги. Ведь такие препятствия, как открытый люк и провалившийся грунт на вашем пути, могут стать причиной тяжелых травм. Если вы стали свидетелем происшествия, в котором пострадали люди, обязательно сообщите об этом в службу спасения по номеру телефона 101 или 112. Среди всех опасностей, которые могут подстерегать вас на улице, одна из самых серьезных связана с машинами и проезжей частью. Взрослые эти ситуации называют дорожно-транспортными происшествиями. Поэтому всегда будьте очень внимательными и осторожными возле автомобильных дорог. Не играйте и не забегайте на проезжую часть. А на другую сторону улицы переходите только по пешеходным переходам. Самым безопасным местом для этого является подземный переход. Если подземного перехода по близости нет, воспользуйтесь ближайшим наземным пешеходным переходом. Прежде чем переходить дорогу, обязательно убедитесь, что загорелся зеленый сигнал светофора. Затем посмотрите налево и направо. Начинайте переходить только после остановки всех машин. Похоже, ребята, начинается сильный ветер, который бывает очень опасен. Что делать в такой ситуации? Если о сильном ветре вы узнали дома по радио, телевизору или в интернете, взрослые это называют штормовым предупреждением. По возможности, не выходите на улицу. Закройте форточки, чтобы не было сквозняков. А если сильный ветер застал вас на улице? Быстро укройтесь в ближайшем здании, подъезде, магазине, кинотеатре или подземном переходе. Спрятавшись в помещении, старайтесь не стоять возле окон. Ведь любой предмет, переносимый ветром, может разбить стекло, и все, кто находится рядом, будут травмированы осколками. Если нет возможности укрыться в помещении, спрячьтесь в канаве или яме. Прижмитесь к земле, а голову закройте руками. Держитесь подальше от крупных сооружений, мостов, линий электропередач и рекламных щитов. А нас ждет следующее испытание. Начинается дождь, приближается настоящая гроза. Во время дождя и грозы ни в коем случае нельзя бегать, играть, заниматься спортом и кататься на велосипеде. Наверное, вам не раз приходилось слышать от взрослых такую фразу «дождь льет, как из ведра». Вот это как раз наш случай. Лучше всего в такой ситуации вернуться домой или переждать непогоду у друзей. Если путь домой не близкий, не расстраивайтесь. Вы можете спрятаться в ближайшем магазине, аптеке или подъезде. А когда вернетесь домой, первым делом переоденьтесь в сухую одежду, чтобы не заболеть. Что же делать, если гроза застала вас в чистом поле? Очень часто во время дождя можно услышать гром и увидеть молнию, которая очень опасна. Молния – это сильный электрический разряд, который может ударить в человека и нанести ему сильные травмы. Молния бьет в самую высокую точку, поэтому никогда не прячьтесь от нее под деревьями и не стойте возле столбов. Во время грозы очень опасно находиться возле водоемов и разговаривать по мобильному телефону. Все это тоже притягивает молнию. Спрятаться от молнии лучше всего в самой низкой точке – яме или овраге. Если таких мест поблизости нет, просто присядьте на корточки. Ребята, к счастью, дождь заканчивается. Я уверен, что мои советы помогут сделать ваши прогулки приятными и, самое главное, безопасными. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова